что сейчас 10 число месяца адар значит теперь знаю и 20 число месяца март март адар что-то есть похоже хорошо и я кстати когда был в турции узнал что многие еврейские месяцы по названию совпадают с названиями турецкими там для меня было большое удивление почему это совпадают еврестии 30 названиями сам но вот так вот хорошо и так значит продолжаем изучать цикл уроков увеличиваем в радости сейчас месяц адар в месяц адар по торе есть задание увеличивать радости я купил книжку называется быть в радости и мы изучаем как быть в радости примерно вот так в жизни и надо поступать с моей точки зрения что когда тебе нужно что-то в своей жизни улучшить увеличить исправить то ты должен взять какую-то конкретную книгу которая какой-то умный человек который этой темой занимался изучил там годом люди посвящают обычно каким-то своим чтобы написать книгу нужно как минимум год посвятить этой теме если там такая прикладная книга все я беру книгу и начинаю ее внедрять то есть внедрять искать новые знания эти новые знания внедрять в любой серии так можно так можно преуспеть что мы делом вторе таро это связь со всевышним таро это воля всевышнего таро это как работает этот мир и изучают ору изучая talk мы как раз изучая то рума как раз и выстраиваем себе связь со всевышним таро Заповеди и добрые дела – это три основы, на которых стоит мир. И вот когда мы изучаем Тору, эти три основы мы узнаем, как делать. То есть из Тора мы узнаем, как все работает, что от нас хочет Всевышний. Дальше мы начинаем делать заповеди. Через заповеди мы соединяемся со Всевышним. И добрые дела – это глобальная заповедь, на которой стоит человеческое общество. Когда мы делаем добрые дела, но понимая, что это тоже заповедь Всевышнего, тогда вместе вот эти три вещи создают новую духовную реальность, в которой человек оказывается. И эта духовная реальность, она его соединяет с духовным миром. И он через этот портал, потом, когда тело отмирает, он уходит через этот портал в следующий уровень игры. Это так в двух словах для тех, кто недавно присоединился и хочет понять, а зачем все это, как это все работает. Но помимо этого, так как приятные пути Бога, то есть Бог сотворил мир, чтобы людям было хорошо, то Тора, она дает также и в этом мире правила. Если ты действуешь по этим правилам, то тебе хорошо не только будет там, но и здесь. И одно из этих правил – радоваться. Быть в радости – это, конечно, любой нормальный человек понимает, что быть в радости лучше, чем быть в грусти, в плаче, в негативных эмоциях. И вот мы сейчас изучаем, как быть в радости, но при этом это духовная работа, потому что, может, человек не хочет быть в радости. Он говорит, ну сейчас же месяц одар, мол, все надо. Хорошо, так и называется эта глава. Аводат Асимха – работа радости. То есть радость здесь рассматривается как духовная работа. Не как какое-то случайное следствие совпадения каких-то обстоятельств. А именно радость является целью. И для того, чтобы прийти к этой цели, это и называется работа. То есть ты работаешь для того, чтобы прийти к этой цели. И здесь он пишет такую вещь. Он рассказывает историю, что был один у него знакомый, который был в дикооне. Дикооне, вы говорите, это депрессия. Депрессия, был он в депрессии. Причем он был в депрессии не просто так. Потому что был он, значит, был он этот человек, о котором он рассказывает. Он был, какие-то у него были, сейчас. У него было физическое состояние очень тяжелое. И у него была еще и психологическая депрессия. И он из-за того, что вместе физически ему плохо и эмоционально ему плохо, оно все вместе еще стало ему еще хуже. Он попал в больницу. В больницу он еще и заболел каким-то вирусом. И, значит, еще ему хуже стало. Короче, он говорит, его было положение жутко тяжелое. И даже его уже лечили от этой депрессии. Настолько его сильно лечили. Написано, что его били током даже. Как-то ему взбодрить хотели. То есть, есть какие-то, видно, такие пути лечения. Его током, чтобы он взбодрился. Но он не мог взбодриться. И вот автор этой книги встретился с ним как-то. И говорит ему, Слушай, ну вот что-то тебе хоть приносит радость? Он говорит, то, что мне приносит радость, я не могу это все делать. Оно за пределами моих сил. Он говорит, ну а может что-то маленькое ты можешь делать, то, что тебе, да, приносит радость. Он говорит, а маленькое я делать не хочу, потому что что мне это маленькое? И вот автор, он его уговорил. Он говорит, смотри, когда человек приходит в зал, в спортзал, и он хочет поднять штангу там 100 килограмм. И он приходит к тренеру и говорит тренеру, дав мне штангу 100 килограмм. А тренер ему говорит, ты не можешь пока 100 килограмм поднимать. Возьми вот 20 килограмм гантельки или 10, начни с ними заниматься, и постепенно, постепенно мы дойдем и до 100 килограмм. А этот человек говорит, нет, говорит, или 100, или мне что я буду вообще с эти 10 килограмм. Мне это неинтересно. Так, он ему привел этот пример, говорит, начни с маленькой. Вот маленькая какая-то вещь, которая тебе нравится делать, делай, радуйся, и постепенно ты дойдешь до каких-то больших вещей, которые тебе нравятся, но пока ты их делать не можешь. И этот парень, которого звали Рилбен, он начал, значит, он знал несколько языков когда-то, и вот он один из языков он начал забывать, испанский. Он начал его учить и начал давать уроки детям бесплатно. Он начал давать уроки. Потом его так это увлекло, что он может кому-то помогать, что это ему приносило радость. И дальше постепенно-постепенно вот это вот именно то, что он нашел для себя занятие, то, что он помогать начал другим людям, это его начало вытаскивать из состояния депрессии. Он приводит это как принцип, значит, что то же самое с радостью. Вот, допустим, человеку ему тяжело радоваться, но он принимает решение радоваться, и он принимает решение работать над этим. То есть это как человек пришел в спортзал, и он тоже, если он начнет вот как с минуты, с одного приседания, то он может потом дойти до очень хороших результатов. Ему даже не надо верить или там не верить. То есть маленькие вещи, маленькие шаги, но постоянные, приводят к большим результатам. Как капли, которые падают на камень, делают дырку в камне. Так же он говорит с радостью. То есть если ты ставишь себе цель, и ты понимаешь, что это твоя очень важная для тебя цель, жить в радости, быть в радости. Ты понимаешь, что, значит, мы уже учили книгу про благодарность, что Всевышний, когда дает человеку что-то, а человек неблагодарный и не радуется, то Всевышний перестает ему давать. И даже в Торе написано, что все проклятия приходят за то, что не служили Богу Всесильному в радости, когда было все. И здесь, если мы возьмем вот этот духовный аспект, то для человека, ну это не просто так, это не игрушки, типа радуйся, да, ну хочу радуюсь, хочу не радуюсь. Должен радоваться. То есть человек должен радоваться, потому что Всевышний ему дал жизнь, Всевышний ему дал все возможности. Если он не радуется, это его выбор основанный на неблагодарности. Поэтому очень выгодно радоваться, и это должно стать отдельной целью. Хорошо. То есть это было вступление, мы закончили уже 11 барьеров, которые лишают человека радости. И сейчас мы начинаем двигаться, а как же радоваться? Первое, что он нам объяснил, автор этой книги, что радоваться – это работа. Это тяжелая работа. И нужно настроиться, что я буду работать, как было в Советском Союзе, было такое выражение, что мы будем бороться за мир во всем мире до последней капли крови наших врагов. То есть был такой, как лозунг такой, да? Вот мы будем воевать за то, чтобы стать радостными, да? Воевать. Значит, теперь, как воевать? Следующая глава у него называется «Лид Габер БСМХ». Значит, «Лид Габер» – это усилиться, можно сказать, да? Усилиться в радости. Преодолеть, да? «Лид Габер» – это когда ты делаешь какое-то усилие такое, да? Вот глава называется «Сделать усилие, чтобы быть в радости». Вот на русском двумя только словами можно перевести «Лид Габер». Он говорит, смотри, опять он начинает с истории. Как-то говорит, я шел по супермаркету и покупал разные продукты. По списку жена дала список продуктов. Если вы зайдете в любой из радости в супермаркет, не знаю, как, может, и в России, так, в Украине, но я давно там не заходил в супермаркеты. Но здесь по супермаркету ходят мужчины со списком, и как жена, значит, им написала, они покупают продукты. А если не могут разобраться, то есть мужчины часто не могут разобраться, то они обычно звонят, показывая так телефоном на полочку, что купить, какую там купить, вариацию майонеза, да? Потому что есть несколько вариаций майонеза. Значит, вот, есть люди невеселые, вот эти, есть вот вдруг какой-то странный человек, мы его сейчас исключим из обсуждения, потому что нам невеселые такие люди не нужны в обсуждении, да? Вот. Теперь, значит, он говорит, я себя заметил, заметил я себя, он говорит, в супермаркете, иду я с этим списочком, и я вдруг обнаружил, что я не то, чтобы я там сильно чем-то недоволен или расстроен, но я как бы в таком нейтральном состоянии. И он говорит, я задумался, нужно ли мне сейчас предпринимать усилия для того, чтобы вот из этого нейтрального состояния выйти в состояние радости. И подумал я, что нужно. И начал с того, что начал улыбаться, начал искать, как бы я принял решение, что мне нужно, нужно усилиться, нужно предпринять усилия, чтобы выйти из этого нейтрального состояния в радость. Говорит, начал я улыбаться, и очень мне понравилась эта фраза, что моя улыбка начала распространяться в моем теле и оживлять мои органы. Такое красивое выражение, что моя улыбка, внутренняя улыбка, я начал улыбаться, и она пошла, распространилась по всему моему телу и начала оживлять мое тело, мои органы. Значит, дальше. И вот я начал тогда анализировать, пишет он, как это работает. В первую очередь, он говорит, нужно понять и поверить, что радость тебе нужна, и сделать для себя это не просто целью, а своим правилом, что я приложу усилия для того, чтобы быть в радости. То есть, пока человек в это не верит, он не понимает важность этой радости, он не понимает, насколько она меняет его жизнь. Кстати, здесь интересно очень, что вот благодарность, счастье, радость, оно, это доказано, сейчас есть такая наука, позитивная психология, которая, в отличие от обычной психологии, она изучает, всего лишь она появилась, позитивная психология, в 1998 году, 26 лет назад. И глава психологической ассоциации Америки, Мартин Селикман, он задумался, что обычная психология, она занимается негативными состояниями психики человека. То есть, она занимается тем, чтобы человека вытаскивать из страдания, делать, уменьшать страдания. Прямо так и были формулировки психологии обычной, уменьшить страдания. И он задумался, что, ну, уменьшить страдания, это прекрасная цель. Но есть еще более прекрасная цель, это стать счастливым, быть счастливым. И он тогда, вот в 1998 году, он был глава психологической ассоциации Америки. Он один из самых крупных ученых по работе с приобретенной, выученной беспомощностью и депрессией. То есть, он такой очень известный был психолог уже к тому времени. И он перешел полностью изучать, наоборот, позитивные состояния психики, но используя при этом научные методы науки психология. И он, значит, с тех пор, вот, создалась в 2000 году, Международная Ассоциация Позитивной Психологии, он изучал именно позитивные состояния и как в них приходить. То есть, не бороться с негативными, а создавать позитивные. И вот он, как раз, все эти исследования, насколько радость, счастье, все позитивные эмоции позитивно влияют на здоровье, на отношения, на энергию, там, ну, на все. Поэтому, в начале человек должен для себя осознать важность радости, важность того, чтобы быть в позитивных эмоциях, в позитивном состоянии, взять ответственность за это, то есть, перестать рассматривать себя как реактивное продолжение окружающего мира и перестать быть жертвой в своих глазах, а взять на себя ответственность за свой внутренний мир, за свою жизнь, за свои цели, за свои состояния. И он говорит, тогда, если у человека есть вот этот вот набор убеждений на уровне интеллектуальном, тогда у него появляется причина и мотивация из любого состояния, в котором он находится, нейтральное или негативное, выбираться в сторону радости. Но что, он говорит, какая интересная вещь. Опять он нас возвращает в спортзал и говорит, смотрите, если человек не научился из нейтрала выходить в радость, то тогда в ситуации, когда будет яма, вряд ли он сможет, это нужно намного более мощное усилие, чтобы из какого-то негативного состояния выйти в радостное. Поэтому, он говорит, нужно тренироваться значит на вот этих вот простых ситуациях, когда ты осознаешь себя, он говорит, вот представьте, стоит человек где-нибудь в банке или в очереди и все. Посмотрите на лица. Если бы ему сейчас показали его фотографию, у него ничего плохого сейчас в данный момент в жизни нет. Все нормально, то есть он стоит в очереди, никуда не опаздывать, нет никакого у него такого головняка. Но лица, если посмотреть, просто сфотографировать, то у большинства людей, они как будто бы что-то плохое происходит в их жизни, не улыбаются и так далее. И он говорит, вот в этот момент, когда ты осознаешь себя, у тебя все нормально, нужно переключать себя на радость, на позитив. Дальше он приводит молитву из сборника молитв, которые составил Раби Нахман, который похоронен в Умане. Значит, Раби Нахман, это его учитель, он идет по учению Раби Нахмана, вот это учение быть в радости, это был акцент именно Раби Нахмана, который был, совершенно у него были в жизни, ну, все причины для того, чтобы не быть радостным, и именно поэтому это очень важная такая вещь, что большинство книг и систем по психологии, например, они были созданы людьми, которые решали свои личные проблемы, и решая свои личные проблемы, они создавали некую систему, которую потом они предлагали миру, и люди шли дальше за ними. И вот Раби Нахман, он в Торе, естественно, все знают, что написано, что проклятия приходят за то, что ты не служил Богу в радости, это знают все, но он взял это за основу, есть в Торе много других еще вещей важных, кроме как быть в радости, но на этом сделал акцент. И вот он пишет в сборнике своих молитв, приводит молитву, как надо молиться Богу о том, чтобы добавилось радости. Молитва, когда ты молишься и просишь у Бога, чтобы Он помог тебе быть в радости, показывает, что тебе реально радость важна, и она усиливает твое внутреннее намерение, быть все время в радости. Значит, я перевожу суверита эту молитву, поэтому будь милостивый на нас. В принципе, все молитвы практически в Торе, они все молитвы во множественном числе. Большинство молитв, когда вот в синагогах все молятся, они молятся всегда во множественном числе. Дай нам, шмакулейну, даже там, где идут личные просьбы, услышь голос наш. То есть, когда ты себя объединяешь с другими людьми, то Всевышний слышит такую молитву намного больше, чем если ты разъединяешься от людей. Поэтому, будь милосердный на нас ради твоего имени. То есть, мы просим Всевышнего не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Он хороший, что Он милосердный. И, значит, смилостивься над нами ради твоего имени и сообщи нам, Орхот Хаим, сообщи нам дороги жизни, чтобы удостоились мы понять и постигнуть пути и дорожки и тропиночки и советы истины, как нам прийти к постоянной радости. Вот такая очень важная просьба. То есть, мы просим Бога, мы не просим, чтобы эта радость, она упала с неба, и человек такой, бах, и он радостный. Так не работает. Мы просим Его, чтобы Он нам сообщил, и Он нам сообщает сейчас, вот мы книгу изучаем, что сообщи нам, научи нас путям жизни, чтобы мы удостоились понять, удостоились постигнуть те пути, дорожки, тропиночки и советы истины, как нам жить в радости всегда. Это просьба, и Всевышний с нами работает через то, что называется инсайты, хидушим, то есть, человеку открываются какие-то вещи, и он, вдруг он понимает, причем, как он понимает? Понимание же приходит на интеллектуальном уровне вначале, через слова, потом, когда приходит понимание, через действие, его надо перевести в, перевести через действие в свое тело, в свою жизнь. Но изначально Всевышний открывает нам, раньше он открывал через пророков, а сейчас через мудрецов, потому что пророчества уже записаны, в наше время, как говорит Тора, пророков нет. Иногда бывает святой дух на человека, да, приходит, но это не пророчество, пророки могли прям соединяться, у них был такой пароль вай-фай, они могли соединиться со Всевышним и подключиться, ну, более у них был такой чистый канал связи, самый чистый канал связи был у Моисея, Маширобейну, Бог через него говорил, как он называется, пророк, а спаклярия Аммира, как чистое стекло, то есть, у него не было эго вообще, и Бог через него говорил. Итак, значит, если вернуться к практике, то на первом месте идет решение, решение, значит, и намерение, что я очень хочу быть в радости, и, значит, я в этом направлении двигаюсь, то есть, это выбор человека, прошу Всевышнего, и начинаю осознавать себя в состоянии нейтральном, он советует начинать именно с этих нейтральных состояний, и каждый раз, когда я осознаю, что в нейтрале я или грустный, или просто даже спокойный, то я прилагаю усилия для того, чтобы стать радостным. Это мне напоминает, вот, например, если кто-то хочет резко улучшить свою спортивную форму, то он должен в состоянии, когда он осознает свое тело, сделать всего лишь несколько движений, не надо ходить в спортзал, не надо бегать там куда-то, то есть, когда ты сидишь на стуле, просто выпрямься, когда ты, или там, ты сидишь каждый час, встань несколько раз, чтобы нагрузить нони, чуть-чуть напреди здесь, напреди там, то есть, то человек, который начинает двигаться в обычной жизни, то через месяц у него будут огромные результаты, уже можно будет иногда и в спортзал заходить, то есть, то же самое с радостью, если ты выбираешь быть радостным, то именно вот на этих моментах ты проснулся и поблагодари Всевышнего и улыбнись, то есть, увидел себя в зеркало, каждый раз улыбнись, скажи себе что-то хорошее, то есть, на таких мелочах вырабатывается, вырабатывается, знаете как, природа человека, если ты ее отпускаешь в любом состоянии, мы это уже изучили, она человека ведет к негативным эмоциям, то есть, это как бы суть человека, природа человека так сделана, и ты можешь только делать усилия в сторону радости, и ты можешь привыкнуть делать усилия, то есть, привыкнуть быть в радости, все равно, мне кажется, не очень получится, но привыкнуть, чтобы твое намерение, твоя цель, чтобы это стало твоей ценностью и важным для тебя, это получится, я думаю, что за месяц можно привыкнуть к мысли, что я хочу быть радостным, это для меня важно, и я изучаю, как быть радостным, Я прошу Бога, чтобы он мне сообщил, научил, как быть радостным. И, значит, к этому можно легко привыкнуть. А дальше, еще раз, вернее, не дальше, это мы уже прошли. Это очень важно, то, что я сейчас говорю. Что изначально нужно понять для себя, уяснить важность того, чтобы быть радостным. Это улучшает ваши отношения с близкими. Это улучшает ваши отношения с людьми. Улучшает ваше здоровье. И улучшает ваши шансы на самореализацию. И соединяет со Всевышним. То есть, я не вижу ни одной причины, чтобы не быть радостным. Чтобы не стараться быть радостным. Вот так. То есть, понятно, что могут быть причины, которые человека выбивают. Это безусловно. То есть, мы не можем там... Ну, то есть, бывают реальные состояния. И есть, как говорил царь Саламон, есть время плакать, есть время смеяться. И действительно, есть время плакать. Но намерение все остальное время, когда не время плакать, это время смеяться. Дальше. Дальше здесь он нам приводит, опять из своего учителя Раби Нахман. Говорил он следующую вещь. Правило такое, что должен человек усиливаться и прилагать усилия очень, изо всех своих сил, для того, чтобы быть радостным. Всегда. Потому что природа человека тянет его, лимараш хура, к черной горечи и грусти. И из-за того, что случаются разные события, и планы его рушатся, и происходят разные события. И каждый человек, он пишет, в принципе, жизнь у него полна страданий. Поэтому нужно именно себя заставить, ляхрек доказать, как бы заставить, можно так сказать, да? Заставить себя и применить для этого большую силу, быть радостным всегда. И радовать себя любыми путями и даже какими-то глупостями, которые там, ну, здесь входит какие-то музыка, развлечения и так далее. То есть, если у тебя цель порадовать себя, то радуйся. Вот так вот он пишет. Все. Дальше он предлагает нам задуматься на эту тему. Ну, и, значит, оценить свой привычный, как бы уже устоявшийся уровень радости, да? От 1 до 10. Если ты 10, ты все время радостный. 1, это ты все время рыдаешь. Где ты сейчас находишься, там, на какой, по шкале. И, значит, насколько у тебя высокий уровень энергии и жизненной силы. Потому что эти две вещи очень связаны. Если ты, если человек не радостный, то у него нету жизненной силы. И, значит, дальше он предлагает задуматься, как ты будешь начинать вот эти леденькие-леденькие вставочки, чтобы привыкнуть выводить себя из состояния нейтрала вначале на радость. Хорошо. И из этой книги «Улыбайся, улыбайся» тут такие коротенькие советы, такие тоже инсайты, такие мысли. Вот мы отсюда сейчас возьмем две мысли, очень такие прям глубокие мысли, да? Причем настолько глубокие, что, вот кажется, он пишет, я вам сейчас прочту, простые вещи. Значит, для того, чтобы достичь успеха и счастья, нужно всмотреться в мир и увидеть в нем Творца. Понятно, что когда, когда, на школе как учили, я помню, учительница, вот какие, у всех же были разные учителя. Я помню из начальной школы фразу «Смотришь в книгу, видишь фигу», говорила нам учительница. «Смотришь в книгу, видишь фигу». А когда уже учился в спортинтернате, то у нас учитель физики, он говорил так, что вы, говорит, спортсмены, вы все равно дебилы, говорит. Ну, нормальные люди в спорт не идут. Это был спортинтернат Олимпийского резерва. Поэтому, говорит, вы сидите, говорит, тихо, значит, занимайтесь своими делами и, значит, сидите тихо, занимайтесь своими делами и, значит, все, не мешайте мне читать газету. Открывал газету, сидел, читал газету, ну, вроде. Представляете, это такие бывают преподаватели. Потом у них вырастают такие вот люди, которые пишут плохие комментарии в Ютьюбе. Почему-то в Ютьюбе вот эти люди все собираются, которые плохо учились. Может, это и учитель этот. Хорошо, теперь, но нам предлагают авторы этой книги смотреть в мир и увидеть в нем Творца. И мы, значит, смотримся и думаем, вот зачем Бог создает этих дураков, да? И когда мы увидели в этом, ну, в каком-то там, да, человеке, который пишет плохие комментарии, мы увидели Творца в нем, божественное проявление. Вы знаете, кстати, интересная есть история, когда царь Давид, есть псалом даже целый, он Всевышнему сказал, он говорит, «Но я все понимаю, ну, не все, там многое понимаю, но я не понимаю, зачем ты создал сумасшествие. Если ты создал человека для того, чтобы человек познал тебя, познал Бога, а тут ты создаешь сумасшедшего. Я не понимаю, зачем? Все же от тебя, зачем сумасшедшие?» И проходит время, царь Давид, оказывается, он же был воин, там у него были отряды, он, в общем, был такой очень, человек, который прожил очень воинскую такую жизнь. И тут его ловят филистимляне и приводят к царю филистимскому, у которого он до этого со своим отрядом, они были как наемники, когда он скрывался от царя Шауля. И после этого он того, ну, как-то они расстались не очень хорошо, и тут, значит, его приводят к этому царю. И царь Давид превратился сумасшедшим, он превратился сумасшедшим, притворился, и он, значит, там, ну, в общем, начал исполнять. И этот царь говорит, ну, слушай, он псих, да, сумасшедший, а, говорит, отпустите его, что я его буду даже, что я с ним буду делать, он и так уже наказан, да. И он его отпустил. И это был ответ Всевышнего, зачем Бог создал сумасшествие, что в этом случае царь Давид увидел, что ему в этот раз сумасшествие спасло ему жизнь. То есть, Всевышний все создал, у всего в этом мире есть свое место. Даже вот у тех дураков, которые пишут комментарии в Ютьюбе. Вот он, молодец какой человек, спасибо ему огромное. Он нам прям дал, как бы, намек вспомнить историю про царя Давида, да, и что-то из него выучить. Теперь говорит нам автор этой книги, постарайся увидеть во всем Творца, да, и когда ты будешь видеть, что существует вечный источник безграничного величия и красоты, доброты и милосердия. И только оттуда мы можем черпать все, что нам необходимо в этом мире. Оттуда наша самая главная помощь и поддержка. Там нет границ, нет невозможного и неосуществимого. И дальше он пишет, если мы по-настоящему поверим во всемогущество Творца, наша жизнь может полностью измениться. Мы можем просто перешагнуть в другую реальность. То есть, через веру, что Всевышний взаимодействует с нами через окружающий мир, мы можем просто перешагнуть в другую реальность, войти в царский дворец, в его кладовые, и увидеть сокровища царя всей вселенной. Там мы сможем украсить себя всеми драгоценностями. Там наши глаза насладятся зрелищем золотого дождя, ореха и серебра. Казалось бы, я читаю, думаю, о чем он говорит, непонятно, да? Может, перевод какой-то. Эта же книга была на английском написана, ее перевели на русский. И тут я вспоминаю молитва царя Давида. О чем царь Давид молится? Он говорит царю так. То есть, он здесь, в принципе, нам привел молитву царя Давида, о чем царь Давид просил у Всевышнего в седней жизни своей, так он в псалмах пишет. В седней жизни просил у Бога одну вещь. Какую? Быть в доме Бога, видеть милосердие Всевышнего во всем, даже когда он как сумасшедший появляется, его где-то схватают. Во всем этом было милосердие Всевышнего. И проведывать в его дворце, видеть его все сокровища. И дальше он, я пропускаю чуть-чуть, и он пишет. Когда ты начинаешь взаимодействовать со Всевышним, тогда это преображает полностью мир вокруг тебя, и мы сможем играть в нашу каждодневную игру. То есть, человек, который живет в этом мире, он каким-то образом описывает себя, а где я нахожусь? Что это? Это джунгли? Или это дворец Всевышнего? Или это уровень игры, в которой дальше у меня есть духовные уровни? То есть, каждый находится не в реальном мире. В реальном мире никто не находится. Потому что мироздание, как человек может охватить реальный мир, если есть только 200 стран разных в мире, и 9 миллиардов человек? Человек живет в своей модельте мира, которую строят у себя в голове. И вот здесь, значит, и мы сможем играть в нашу каждодневную игру под названием «Жизнь с новыми силами, но совсем другим настроением». Заканчивает он. И дальше, следующий отрывочек, завтра, может, мы прочтем. «Прогулки на небо». То есть, человек, который верит во Всевышнего, который верит в свою связь со Всевышним, который усиливает эту связь, который усиливает ее через радость. Радость – это усилитель этой связи. То есть, естественно, его жизнь – это прекрасная игра, наполненная удивительными чудесами. Ему начинают открываться совершенно новые возможности. Он не боится будущего, потому что он знает, что Бог его всегда поддержит в любой ситуации, в любом состоянии. И это прекрасная жизнь, наполненная верой, радостью, счастьем. Все, дорогие друзья, спасибо. Запишите какие-то свои комментарии. Не комментарии, свои выводы. Вот вы сейчас получили какое-то информационное знание. У каждого оно раскрылось в какой-то свой личный, индивидуальный такой вот выводы. И теперь, если вы эти выводы зафиксируете, запишите в комментариях, чтобы вот я понял сегодня вот это, это, это. Мне открылось это, это, это. Дальше вы… И что я буду с этим делать? И вы сделаете микродействие, маленький шажочек какой-то, да, чтобы закрепить вот это свои инсайты. И вы это напишите в комментариях, в соцсетях. То тогда, возможно, вот этот свет начнет распространяться больше, больше и больше. И возможно, что мы столько создадим этого света, что вся тьма, все зло исчезнет. Потому что зла как такового нет. Зло – это… Темнота – это отсутствие света. Зло – это отсутствие добра. И возможно, что усиливая вот это добро, этот божественный свет, оно рассеет тьму. В мире все отлично, я вам честно скажу. Не верьте СМИ. Мир развивается, люди становятся добрее, продолжительность жизни увеличивается. То есть весь негатив, который мы видим через СМИ, его раздувают. То есть, естественно, есть какие-то неприятные моменты в жизни, да. Но то, что делают из них СМИ, это чистая ложь. То есть, это полная пропаганда, это конкретная… Вот нельзя этому верить. Мир не такой, как нам рисуют в СМИ. Бог любит людей, Бог любит каждого из нас. Есть множество возможностей для счастья, для радости. Все проблемы, которые есть в мире, создали люди. И люди же могут их исправить. Но Всевышний не даст миру погибнуть, не даст… То есть, это факт. Мир больше не погибнет. То есть, будут какие-то маленькие какие-то аспекты. Но обратите внимание, в мире сейчас 9 миллиардов людей живет. Всего лишь 50 лет назад в мире было там 3 миллиарда. 4. Количество людей удвоилось. Да, люди уходят каждый день. То есть, если сейчас живет там 8-9 миллиардов человек, то средняя продолжительность жизни 80 лет, то через 80 лет уйдут все вот эти вот 8 или 9 миллиардов. То есть, ну так бывает. Всевышний специально сделал путь на земле ограниченный, для того, чтобы мы успели набраться духовных вот этих знаний и перейти на следующий уровень игры. Поэтому не теряйте время на негатив, а вкладывайте больше в позитив. Как сказал царь Давид, отодвинься от зла и делай добро. Все. Удачи, успехов. До завтра. Спасибо, что приходите на уроки. Спасибо за вашу помощь. Удачи. 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 Продолжение следует...